Само здание Музея истории города по улице Ливаневского благодаря своей необычной архитектуре располагает посетителя к тому, чтобы, переступив порог учреждения, он легко сможет погрузиться в новый для него мир – мир истории. Брест на своем веку пережил многое. Не раз менял свою государственную принадлежность, благодаря чему имя нашего города можно встретить в летописи разных стран, например, Швеции. Знаменитая гравюра Дальберга «Осада Бреста» 1657 года, опубликованная в книге историка Самуэля Пуффендорфа «Ребус Карла X», рассказывает о военном конфликте с Речью Посполитой. Осаду шведы делали не только с помощью военных действий, но и экономических вмешательств, вводя на рынок дешевую поддельную валюту. Коллекция фальшивых солидов в 2020-м появилась в фондах. Шведов была одна очень интересная традиция. Они, если завоевали какую-то землю, могли начать чеканить там монету, очень низкокачественную, и вбрасывать на рынки страны соперника. Так они сделали и с Речью Посполитой. В городе Рига открылся монетный двор, начал чеканить огромное количество вот этих солидов, они чеканились из билона, материал смеси серебра и меди, и вбрасывались на рынки Речи Посполитой. Бороться с этими монетками для руководства Речи Посполитой было очень хлопотным делом, поэтому сеймы 1631-1633 годов издают постановление, в котором говорится, что эту монету надо немедленно уничтожить, называют эту монету злой и шкодной. Несмотря на свой достаточно юный возраст, музей обладает большой коллекцией предметов, рассказывающих о жизни областного центра в разные периоды его существования, от истоков до современности. Заглянуть в такое далекое и при этом такое интересное прошлое помогают аутентичные экспонаты, например, редкие фото 20-30-х годов 20-го столетия нынешних улиц Ливаневского, Ленина, Бульвара, Шевченко. Эти снимки были переданы в музей в этом году дочерью известного ученого-краеведа Михаила Алексеюка. Благодаря его помощи в свое время был открыт знаменитый музей Берестия. Он был известен не только на нашей территории Берестской области. С ним общались, с ним консультировались многие ученые нашей страны. И в первую очередь нужно сказать о том, что он очень много сделал для того, чтобы наша Берестия была открыта. И впоследствии он был одним из первых заведующих филиалов археологического музея Берестия. А буквально недавно бывшая жительница дома по улице Островского передала в дар музею фрагменты лепнины, украшавшие стены ее дома детства. Фигурки достаточно хорошо сохранились. Хочется отметить еще комплекс предметов, который совсем недавно оказался в нашем музее. Оказался благодаря Ольге Анатольевне Перовой. Она принесла эти чудесные фигурки, эту плакетку из родительского дома. Дом этот находился в городе Бресте, на улице Островского, Тли. И фигурки, как я уже сказал, херувимы с музыкальными инструментами, плакетка с околобиблейским сюжетом. А сам дом, вот на нем хочу остановиться немножко более подробно. За польским часом улица Островского называлась улицей Кроткая. И дом этот, говорят, был построен человеком, который в польское время выиграл 2 миллиона злотых в лотерее. То есть это колоссальная сумма денег. На эти деньги он построил этот дом. Потом наступил 1939 год, дом национализировали, человек этот был вынужден ехать в Шпановичи, доживать свой век. А во времена Второй мировой войны этот дом еще вошел в историю тем, что, по словам Ольги Анатольевны, там находилась еще и немецкая фотолаборатория. Казалось бы, небольшие фрагменты истории, крупицы, наследие, оставленного нам предками брещанами. Однако, как много они значат в процессе восстановления хроники событий, происходивших на территории Бреста много лет назад. Ведь каждая старинная вещь красива просто потому, что она дожила до наших дней. Мы, конечно, бесконечно благодарны этим людям, которым не безинтересна история нашего города Бреста и которые знают, что в музее все то, что было передано, оно, конечно, сохранится и будет храниться вечно. Я думаю, что у наших жителей, у частных владельцев есть еще очень-очень много интересных предметов. Это и документы, это и фотографии, это старые альбомы, это пожелтевшие слегка помятые фотографии, которые, конечно же, вызывают огромный-огромный интерес не только у музейщиков, но, в первую очередь, и те, кто посещает наш музей. И поэтому мы, наверное, призываем к тому, что давайте искать, собирать и хранить эти ценности, которые на самом деле нужны для сегодняшних поколений, для будущих поколений. Около 260 редких экспонатов передали в 2020 году музею города Брещане. Именно таким образом локальная история становится фрагментом общей летописи.